Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Машина показывает 38 градусов. Очень жарко, очень, скажу вам сразу, просто душно. Я решила проехаться по магазинам. Мне нужно платье, и я решила проехаться по свадебным салонам. И мне нужно такое вечернее платье, красивое какое-нибудь, как вариант. Вот, поэтому никто со мной, в общем, не захотел ехать. Правда, Максим, я не знаю, в такую жару решил все-таки покататься на велосипедах. В общем, на шопинг со мной никто не пошел, потому что им этот шопинг не интересен. А мне нужно платье. Это тикают денечки. А платье-то еще не появилось у меня. В общем, нужно. Но 38, это вообще, я вам скажу. Ого-го. Я собрала волосы. Просто потому что невозможно. Просто невозможно. Налила воды. Окна открыты здесь. Не знаю, можно, конечно, кондиционер включить, но это только простыть. Попробую с ветерком прокатиться, как говорится. Может быть, не так будет жарко. Ну, в общем, ладно. Поехала по магазинам. Не знаю, поснимаю там вам что-то, не поснимаю. Но, в общем, я в поисках, в общем, платья. Уже была в нескольких местах, уже разная мерила. Но что-то все не к душе. Вот, в общем-то, все не то. Вот, все не то, что я, в общем-то, на себе вижу. И вот как-то пока ни на чем не остановилось. В общем-то, ничего меня не зацепило, так скажем. Вот, да. Это будет правильно сказано, что ничего меня не зацепило абсолютно. Настя отработала два дня на, вот, шелковый путь. Это, оказывается, 10 городов России. Это гонка с разных стран. Китайцы, американцы там. В общем-то, мне кажется, с Казахстана, с разных регионов России. Вот. Поэтому сегодня я ее звала с собой. Она говорит, мам, я вообще никуда не хочу. Я говорю, ну, ладно. Там очень много спонсоров разных было. Газпром там, еще какие-то другие там, какие-то авто какие-то там эти. Ну, короче, в общем, работала два дня. Молодец, молодец. На памяти я от этой работы осталась бейсболка, футболка, фартук тоже подписанный. Ну, в общем, что-то такое, в общем-то. Вот, сегодня они, как бы, последнюю ночь у нас тут в городе ночевали за площадкой арены Металлург и уехали дальше куда-то, дальше, 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 вот. Так что ребенок работала, работала, работала. Молодец. Вот, теперь сегодня дома отдыхает. Отходит, отходит от работы. Хорошо отдыхать. Ой, работать хорошо, но отдыхать тоже нужно. После стольки часов на ногах. Длинный часов на ногах не сесть. Не это, потому что там все было просто не берестовая, кормили их всех участников. Там три тысячи участников МЧС, врачи, там все, полиция. Ну, в общем, все-все-все службы, которые плюсом к участникам. В общем, там было, представляете, сколько людей. В общем, сколько гостей посетило наш город. Вот, так что, конечно, было им не до отдыха на работе. Работали по полной, в общем-то. Вот, я угулялась, умерилось платье. Платье я купила в Телеграме. Поделилась уже с девушками, делилась все, что мерила. Вам не снимала, потому что в свадебных салонах мерила. Да, значит, в общем, решила поесть. Заказала тут уже в торговом центре и другом. Тут мне вообще ничего не понравилось. Думаю, может, какой-нибудь сарафан на лето, но что-то ничего не взяла. Купила, в общем, в Филадельфию роллы классическую. Ну, и, в общем-то, имбирь тут от сосаби отказала, с палочки. И взяла этот в другом отделе морс смородина холодненький. В общем, перекусить, поесть. Ух, жаришка, просто вообще трэш. Невыносимая. Там просто, ух, ух, как жарко. Дома зашла, так хорошо. Вообще, по сравнению с тем, что там, здесь так прекрасно. В общем, накупила сколько. Опять тащить не могу, я Люхе звоню, крылья. Спускайся вниз, встречай меня, бери. Еще пакет давай переложим, чтобы было поудобнее. Сейчас разберем вместе с вами, что взяла. И буду все это быстренько в холодильник там куда выпирать, потому что жара, вообще жарко. Вот два пакета вот у меня. Что взяла? Взяла вот эти со вкусом шоколада трубочки. Они вкуснее. Есть еще другого вида, но вот эти вкуснее. В общем, взяла их. Потом взяла черешни, черешню взяла, вкусное, хорошее. Так, зернице печенье овсяное классическое, вот такое вот. Потом взяла фарш, отяшила. И свинины, и говядины, оправленный. Батон. Так, две теста. Слоеное дрожжевое, царь, две упаковки. Сыр взяла. Все, пакет. Так, дальше взяла батон. Чуть-то у нас персики взяла. Так, помидоры взяла. Фасоль с овощами печеной в томатном соусе тоже вкусная. Мои любят. Вот такую вот колбаску стародворья. Сервелат мясор с мелкорубленным окороком. Две штучки. Так. Крем-фиш-краб. Так, две. Потом Global Village закуска венгерская тоже. Потом огурцы. Вот такие вот огурчики. Взяла капусту. Капусту, небольшую вилочку. Да у вас все там небольшие. Вентилятор еще даже тут стоит. Кто как, охлаждается. И взяла вот кабачок. Кабачки. Так, на сковородочке быстренько пожарите. На бутерброды или там еще не такое. С чесночком. Майонез с чесночком. Бутерброд прям вообще будет прекрасно. Колесиками режете, обжариваете. Можете муки, можете витой. Майонез делаете с чесночком. Сверху можете. Можно хлебушком, можно без. Как хотите. Как пожелаете. Ну вот. Надо бы еще кое-чего, но уже просто, просто уже не лезло, как говорится. Ну что жара. Просто не наносима. 38 градусов. Вот я тут ездила по делам. Сейчас заскочу в магазин. Потом я записана на наукции, на новый маникюр. Решила что-нибудь другое. Она страшно. Мам, ты придумала? Я, как обычно, не готова. К уроку не готова. Не знаю, что буду делать. В машине спасает то, что вот у меня задние стекла. В общем-то, вот это все затонировано. И еще более-менее как-то. Кондиционер не включаю, потому что можно простыть. Ну просто, реально. Вот. В общем, жарит. Пекло. Сахара. Одним словом. Просто невыносимо на улице. Да и дома тоже. Постоянно. Дома 4 кондиционера у нас. Постоянно какой-то где-то включен. Если дети включают, то мы, в общем, очень жарко. Очень жарко. Дома включаем кондиционер. В машине я не включаю кондиционер. Думаю, потому что сейчас дуть на меня будет, и я просто простыну. А как бы не хочется. У нас тут скоро день города. День металлургов, да? День города, день металлургов. Вот. Потом открытие у нас будет второй очереди в парке притяжения. Там по пригласительным билетам. Так. Мы не заворачиваем. Друзья, Максим взял пригласительный на открытие второй очереди. Потом на день металлургов, да, вот, пригласительный у нас с ним. Настя работает на день металлургов. Записалась везде. Кто там на такой-то завод? Я. Кто на такой-то завод? Я. Она, в общем, везде записалась. Сказала, хочет денег. День жизнь хочет заработать. Так. Ты дверь открываешь? Или что? Вот. Так что, в общем, она везде записалась работать. Девочки, мальчики, я тут снова на ногтях. И тут, смотрите, какие красавчики. О-о-о. Какие. Сколько вас, сколько вас тут, а? Разных. Не пересчитать вообще. Разных-разных-разных. Каких красивеньких. Больших, разный. Аквариум большой. Вот такой вот. Там установка какая-то. Вот. Так что. Кишат тут. Рыбюхи. Кишат рыбюхи. Лава их. Ну что? Я вышла с паникюра. Тут такая опять душегубка. Вот такой вот интересненький цвет. Яркий. С какими-то этим блестками. В общем. С блестками. Не знаю, как камера передает. Но, в общем-то, блестки-то. Под помаду. Почти. Фух. Поехала я. Поехала я. Шарап. Муж с работы пришел. Принес. Тут, значит. Магнитогорский металлургический комбинат. Днем Металлурга и Днем Города. Порегласительные. Так. Примите искренние поздравления с Днем Металлурга и Днем Города. Спасибо вам за достойный трудовой вклад в развитие города и комбината. За профессионализм, ответственность, преданность делу. Новых вам производственных успехов. Стабильной безаварийной работы и востребованности результатов вашего труда. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим, вашим семьям. Приглашаем вас 14 июля 2023 года принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных нашему профессиональному празднику. Начало в 6.30 в Ледовом дворце Арина Металлург. Сектор 6 ряд. Это место, значит, администрации правком по ММК. Хорошо. Так. Не все еще. Так, значит. Программа праздника. Официальная часть. Церемония награждения работников группы ПАО ММК. Потом театрализованное представление. От станицы до станицы, посвященное 280-летию. Станица Магнитная. Это прямо за нашими тут домами. Станица Магнитная. 280 лет. Вот так. Городу 94. Так, технический перерыв, если я не ошибаюсь. Так, значит. Музыкальный спектакль «Горячие сердца» Магнитогорского театра оперы и балета. Потом зажжение костров магнитки и костры магнитки. Что-то в этом году ни одна звезда нас не посещают. Мы в этом году без звезд. Дальше. Приглашение. Это уже на 15.07. На открытии объектов во вторую очереди городского курорта «Притяжение». Друзья. Так. Это чтобы мы с вами не потерялись. А вот такой вот парк «Притяжение» у нас уже. Так, значит, вот это пруд уже сделали. Пляж. Вот это открытие. Это второй зоны. Вот это в амфитеатр пригласительный, как я понимаю. Ну, веревочный парк. Ага. Холм. Но это все пока строится. И будет продолжение парка строится дальше. Это у нас северная входная группа, оказывается. Южная входная группа. Вот. В общем, будем наблюдать за развитием, стройкой и увеличением парка-курорта. Друзья, парк-курорт в Магнитогорске. Скоро вы будете из всех регионов России к нам приезжать. Я не шучу. Вы посмотрите, посмотрите. Мы думали, тут Магнитогорск. Доброе утро. Тут Магнитогорск уже. Вот так будет звучать во всей России. Да, мы же на букву М как столица нашей Родины. Так что не должны отставать. Ну, ладно. Друзья, минутка юмора. Вы, надеюсь, его поняли. Так что, ну, да-да. Я не шучу. Я серьезно. На полном серьезе. Скоро какой-то Манапа, Адлер и другие, в общем-то, геленджики и все остальное. Магнитогорск, друзья. Скоро город-курорт строится у нас. Вот, ладно. Вот как бы вот так. Надо посетить. Все посетить. Все пригласительные надо посетить. Использовать, как говорится, по-прямому. Надо знать, что, друзья, у нас битком, как в Анафе. И даже больше. И весь берег. Весь. Весь берег в машинах. Все вводим. Все тут. Весь город тут, понимаете? Таня, ты куда пошла? Ты потеряться собралась? В общем-то, здесь окупаются. В городе почти никого. И все озера вот так битком у нас. Жара стоит. Но хорошо здесь. Машины просто. Видите как? Сплошняком. Сплошнячком. Нашли место и вот. Расскажи, где ты посеял мою лопатку. Не знаю, где твою лопатку посеял. В машине, наверное, где-то лежит. Да. А-а. Он ее на кладушке потерял. Кислые? Кислые? Чай у нас. Какие-то вкусняшки. Какие-то вкусняшки. Мы когда уезжали в лес, это лопатка молажа. Машины. Вот не помнили. А-а-а. А что вы там копали? Ну куда Шана? Ну что забыли? Шаня. Я просто ее кашу, но нужна была помощь. Мне кажется, Шаня надо их искупать. А-а. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мною. Я обнимаю вас очень крепко. Целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова